22 сентября день анны и акима сегодня почитают память родителей девы марии анну и акима считают покровителями рожениц и бездетных они сами долго не могли зачать ребенка произошло это только преклонном возрасте и акиму пустыне велся ангел и сообщил что родится дочь мы стоять месяцев она родила дочь супруги дали обет что посвятят дочь богу потому марию отдали на воспитание в храм иерусалима где она находилась до своего совершеннолетия этот день считается астрономическим началом осени сегодня было принято почитать женщин и щедро угощать на древней руси этот день на называли днем рожениц сегодня поздравляли молодых матерей а также обязательно чествовали и повивальных бабок сегодня дарили подарки близким людям со стороны молодых или бездетных новобрачных согласно примете такое почитали своих родственников не спошлет им благодать и позволить зачать здорового ребенка продолжались праздники урожая молодые парни гуляли перед отправкой в армии приметы по-прежнему смотрели на лук и по шелухе судили о предстоящей зиме и так первое у меня есть теперь что я еще делаю чтобы все хорошенько смешалось я сюда добавляю клюкву вот она красавица клюкву один цвет чего стоит великолепно клюква настолько хорошо улучшает пищеварение что вот немножечко и и съешь особенно растертую с метком сразу же сок так и брызжет за счет чего все у вас будет полноценно в организме сгорать а раз полноценно все будет в организме сгорать не будет образовываться никаких шлаков которые загрязняют кровь и на которых развиваются в организме как вы думаете что правильно развиваются микробы всевозможные микробы которые уже используют нас как кусок мяса и начинают есть и особенно не любят знаете что особенно не любят красные кровяные тельца поэтому мы начинаем первоначально страдать анемии и прочее прочее далее проросшего зерна как я говорю проросшего зерна много не бывает но тем не менее берем горсточку вот такую вот вот и все это сюда опа заправили теперь чтоб это начало все перемалываться добавляем моряженки можно кефира можно еще чего-нибудь там такого вот опа а главное чтобы все это было кисломолочное и делаем пробный такой замес чтобы все это сначала перемешалась соединилась а далее еще добавим творожка метка по вкусу но увеличиваем скорость и пошло и так предварительно у нас все соединилось но процесс у нас еще не закончен мы берем творожок половина пачки это примерно где-то грамм сто так и аккуратно его сюда добавляем так мед мы еще не добавляем хотя уже можно и мед добавить ну добавьте добавим меда все все хорошо медком так вкусотища люблю мед особенно цветочный великолепная вещь ну и добавляем остатки ряженки кисломолочного все это нам больше не понадобится ручки сполоснем и начнем процесс дальше 액 черinos ручки ручки обменения примеру валс благодарю за просмотр Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!